Спасибо, что пришли на заключительный доклад по секции машины обучения и искусственный интеллект. Хотел бы небольшое объявление еще дать. Как вам известно или неизвестно, будет торжественная часть 18.00, выступит группа Python 3000 и будет DJ Set. Не пропускайте. Потом хотел бы сказать, что будут определенные активности. Завтра типа мастер-классов в 14.20 будет Linux без Linux. Кроме того, запланировано еще несколько мероприятий. Завтра в 9 утра будет detox-забег. Он состоится в 9 утра. QR-код для регистрации висит на информерах. Также будет в 13.30 секция быстрых интервью. Тоже можно туда сходить. Сейчас выступит профессор Сколтеха Евгений Бурнаев с докладом про использование машинного интеллекта, машинного обучения искусственного интеллекта в нейротехнологиях, таких как неврология, нейрохирургия, нейрообучение, а также киберспорт. Поприветствуем Евгения. Спасибо. Всем привет. Спасибо за приглашение. Я кратенько сейчас пройдусь, такой обзорный доклад сделаю по применению машинного интеллекта для анализа данных другого интеллекта, так сказать, естественного. На самом деле, в первую очередь, конечно, здесь речь идет про обработку данных для медицинских целей, но не только. Ну, я просто два слова буквально. Сколтехи я руковожу довольно большой командой, мы занимаемся разработкой, около 300 человек, мы занимаемся разработкой решений глубинного обучения для нейросетей для решения задач предиктивной аналитики 3D компьютерного зрения и приложения в медицине. Активно сотрудничаем с индустриальными компаниями, ну и публикуемся в передовых конференциях. Значит, примерный план сегодняшнего доклада, так сказать, начнем с АЗОВ. Какие данные обычно используются в нейронауках, для чего это надо, как их обрабатывать и что из этого можно получить. По поводу данных. Ну, данные первые – это МРД, то есть это сканы головного мозга. Второе – это ЭГ, вот это вот такая штука здесь нарисована. Это специальный защитный экран, который экранирует от электромагнит-холл, чтобы не было наведения. Но, конечно, часто его просто не используют, потому что нет возможности. Но он необходим. Естественно, айтрекинг. МЭК. МЭК – это такая разновидность ФМРТ. Но ФМРТ меряет, как во времени приток крови разным отделом головного мозга происходит. А МЭК, соответственно, меряет измерение электромагнитного поля в связи с электрической активностью мозга. Есть еще вот такая вот ЭГ, но это делается на открытом мозге, исключительно в хирургических целях. У меня сегодня будут кровавые рисунки, вот про это. Теперь какие особенности данных, которые вот этими разными датчиками можно снимать и какого типа, в принципе, данных такими датчиками можно снимать. Ну, во-первых, МРТ. МРТ – это на самом деле просто трехмерная фотография. Все с обычной фотографией имеют дело, а это трехмерное. Думайте об этом, как будто вы взяли мозг и пошинковали его на слои. И вот в каждом слое вы получили вот такую вот фоточку. При этом надо понимать, что врач, когда такой скан делает, он может этот скан делать с разными разрешениями, контрастами. В некоторых, если у него есть какое-то подозрение, что в определенном месте у человека есть проблема, в голове там какая-нибудь опухоль потенциально может начинаться, то может делаться какой-то срез с более детальным разрешением. То есть врач может выбирать, как ему, так сказать, вот этот вот трехмерный объем шинковать. И поэтому в итоге получается 3D-фотография, в которой примерно там 10 в 6 вокселе. Вокселе – это как пиксель, только воксель, только трехмерный. И она много весит, довольно большой объем, причем может быть в разных контрастах. Есть и ФМРТ. И ФМРТ – это еще сложнее. Это такая последовательность трехмерных фотографий, где каждая фоточка – это в каждом вокселе у вас интенсивность, насколько вот в этом объеме мозга кровь приливала во время того, как человек думал. И в принципе это коррелирует с его, так сказать, мозговой активностью. То есть получается мы такой фильм анализируем, как человек думает о чем-то. При этом размерность здесь немного поменьше, потому что в силу особенностей сканера нельзя делать высокое разрешение. Ну и количество вот таких вот отсчетов, то есть момента времени, когда измерено, ну порядка там десятков. 100, 200, обычно не больше. Теперь, какие есть особенности у этих данных? Ну, первые данные МРТ, ну, перечисленные, я уже кое-что сказал, ну, данные шумные, во-первых, потому что когда человек снимает МРТ, он немного головой может пошевелить. Это, естественно, приводит к искажениям. Эти данные имеют исключительно пространственное разрешение, оно довольно точное, там, миллиметра и меньше может быть, но нету разрешения по времени. То есть вы исключительно понимаете, где у человека там серое вещество, где у него белое, где может быть какая-нибудь там размытость, свидетельство о потенциальных проблемах, но вы не понимаете, как у него происходит, как человек думает в неком смысле, как у него происходит процесс в голове, какой отдел головного мозга с каким отделом связан. А для некоторых заболеваний, например, связанных, ну, скажем так, психофизиологических, это может быть важно. В случае МРТ ситуация другая, у вас появляются разрешения по времени, более-менее, но при этом разрешение по пространству небольшое, то есть в вокселе имеют существенно больший размер. Если говорить про ЕГЭ, то это исключительно ситуация какая? Голова человека, на нее устанавливается до 128 электродов и просто меряется на поверхности коры головного мозга электрическая активность. То есть вы получаете очень высокое разрешение по времени, 10 в 6 секунду измерений может быть, но при этом пространство разрешения не плавает. Вы не понимаете, вот эта вот электрическая активность там в теменной области, она чем обусловлена? Какой источник внутри мозга навел, ее произвел? В итоге, что мы имеем в смысле того, какие данные мы можем собирать о том, как человек думает? Как у него происходят в ГЛАИ-процессы? У нас есть разные источники данных. Как раз эти разные источники данных имеют разные характеристики. Одни лучше в смысле понимания того, как процесс развивается во времени, другие лучше в смысле понимания того, как, в принципе, пространственно устроен мозг, какая пространственная структура мозга. Теперь данные зашумлены. На самом деле, когда человек, вот простой пример, у человека снимается ЭГ, человек моргает глазами, непроизвольно. Это приводит к тому, что моргание глаз обусловлено сокращением мышц глаза. Это электрическая активность. Вот эта небольшая электрическая активность может привести к появлению фальшивых сигналов в ЭГ, которые, в свою очередь, приводят к тому, что вы можете предположить, что в ЭГ есть какие-то характеристики, которые как-то там коррелированы с болезнью, а их на самом деле нет, исключительно шум. Очень большая сложная задача. Это, в принципе, вот у вас есть вот это показание, в какой момент времени, какая электрическая активность, в какой области головы была. И вам надо понять, какая часть этого сигнала, она исключительно обусловлена тем, что человек подвигал головой или рядом, не знаю, розетка, от которой навелся сигнал или еще что-нибудь. Это сложная задача. И в случае, допустим, данных ФМРТ, буквально там миллиметровое изменение положения головы приводит к тому, что происходит опять-таки зашумление сигнала. То есть появляются ложные какие-то вещи. Как я уже сказал, все вот эти модальности данных, которые используются при сканировании головного мозга, они имеют разные характеристики, и врачами часто используются одновременно. То есть это, конечно, дорого стоит, но когда там, например, решается вопрос о каких-то анализе болезней, таких как депрессия, эпилепсия, то измеряют и ЭГ, и МРТ, и ФМРТ иногда. Поэтому, поскольку они позволяют понять разные свойства конкретного пациента. Окей. Вот мы и проговорили о том, какие есть данные, какие у них свойства, какие есть свойства. Теперь, собственно, какие задачи можно решать. И именно задачи, не задачи медицинские, потому что я лично не врач, я специалист по машинному обучению. А врачи, поэтому я сейчас буду говорить скорее о задачах именно как задачах машинного обучения, но понятно, какие медицинские задачи за этим стоят. Первая задача – это классификация, в первую очередь. То есть вы должны по измеренным наблюдениям сказать потенциально, что у этого человека высокий риск какого-нибудь вида депрессии, которая требует серьезного медикаментозного лечения. Это задачи локализации. А именно, и сегодня я расскажу пару таких реальных кейсов про это, где машинное обучение, и как оно там срабатывает. Задача локализации – это когда вы хотите понять, где конкретно у человека, может быть, например, какой-то участок мозга маленький, в котором как раз заключается проблема, что у человека есть эпилепсия. Из-за того, что там какое-нибудь утолщение коры головного мозга, размытие и так далее. И третий класс задач – это задачи корреляционного анализа. То есть вы должны понять, есть различные данные о головном мозге, и как они связаны с какими-то внешними проявлениями человека. Насколько он быстро обучается, или насколько он хорошо и эффективно играет, например, в киберспортивные игры. Киберспорт сейчас штука популярная. Пока не то, чтобы про это знают, что делать много людей, но вот определенное направление движения в эту сторону уже есть. Если говорить о… Поскольку, как я понимаю, в данной аудитории присутствуют айтишники, сколько из вас знакомо с машинным обучением, я не очень представляю. Поднимите руки, кто машинным обучением занимается, кроме такого обычного программирования. Ну, присутствует народ. Но я красненько так все-таки охарактеризую такой общий пайплайн, как он устроен. Сначала мы получаем данные. Это вопросом мы не касаемся. Я просто рассказал, как их можно получать. Что вот есть разные типы установок. Дальше мы эти данные должны предобработать. Ну, в случае обработки данных головного мозга – это очень сложная задача. Там просто много шагов. Это и корректировка того, что в какие-то моменты времени человек головой подвинул. Это необходимо, например, из этого снимка МРТ вырезать череп. Как это ни странно, снимок МРТ устроен так, что на фоне МРТ еще бывает проступают контуры лица, и можно вообще говоря даже на человека идентифицировать. Это все должно быть деперсонализация информации тоже необходима. В общем, здесь много вот таких вот чисто технических задач по приведению этих данных в некий порядок. И это может занимать часы и даже сутки. Просто процессинг одного МРТ. После того, как вы получили такие обработанные данные, вы должны по ним подсчитать признаки. Признаки, которые характеризуют какое-то состояние человека. Например, типичный такой кейс, это вы разбиваете мозг на регионы. Это делается автоматизированным образом. Есть специальные медицинские атласы, которые говорят, ну вот есть там какие-нибудь лобные доли, мозжечок и другие отделы. Их там порядка десятков. И вы должны сначала отобразить мозг человека, у каждого человека он индивидуальный, его форма индивидуальная, отобразить его вот в этот медицинский атлас, который представлен каким-то усорененным мозгом. И тогда вы поймете, какие участки конкретного МРТ-снимка соответствуют, каким участкам мозга у этого человека соответствует с этим атласом. Дальше вы можете измерить объемы этих подобластей, объемы лобных долей, других каких-то характеристик, их площадь и так далее. Потому что если при определенных болезнях, связанных с деменцией и подобным, вот эти какие-то подобности мозга, они могут начать в неком смысле деформироваться, уменьшаться, увеличиваться и так далее. И уже по этим признакам можно что-то понять. В итоге вы какие-то признаки считаете. Понятно, что для сложных задач требуются и более сложные признаки, которые вот такой простой трактовки, как я сейчас рассказал, они не имеют. Вы признаки подсчитали, дальше вы применяете метод машинного обучения. Те, кто с машинным обучением не знаком, об этом можно думать, как о, значит, что мы взяли какие-то признаки и просто говорим, что окей, вот эта штука больше порога, это меньше порога, значит здесь что-то увеличилось, здесь что-то уменьшилось. Обычно такая картина наблюдается у людей, у которых такая болезнь есть. Наверное, у этого человека тоже есть эта болезнь. Так устроено типичное дерево решений в машинном обучении. Это один из таких самых ходовых алгоритмов. И вот здесь его можно тоже применять, когда вы эти признаки подсчитали. Окей. Значит, при подсчете и предобработке данных существуют разные уровни вот этой обработки. Во-первых, первый уровень, это, как я уже сказал, низкоуровневая обработка. То есть когда мы должны коррегистрировать мозг, то есть у нас, если есть какое-то количество пациентов, у всех формы немного разные. Надо ее привести к некому единому формату и к единой системе координат, чтобы в принципе людей можно было между собой сравнивать. В противном случае вы получите неверные выводы. Вот это все входит вот в этот первый шаг, который здесь в квадратике. Следующий шаг – это очистка от шума. Я сегодня про это говорить не буду. У меня даже некое видео было заготовлено. Это не так интересно смотреть. Но в общем это некоторая сложная задача. Теперь, какие данные мы можем выделить в принципе, например, в случае ФМРТ. Как я сказал, в случае ФМРТ мы получаем информацию о том, что в разных частях головного мозга, которые красным подсвечены, в какие моменты там появляется активность и насколько она интенсивная. И дальше происходит следующее. Если вы понимаете, что в последовательные моменты времени, вот в этом месте, вот в этом месте у вас, так сказать, зажигается, наверное, человек думает так, что вот эти два отдела головного мозга между собой взаимодействуют. А раз так, то это некоторый признак. Вы можете его подсчитать, вы можете подсчитать как бы зависимый, оценить зависимость между двумя этими областями, некий коэффициент корреляции поставить в соответствии. И на основе этих признаков уже принимать решение, что правда лишь, что этот человек, например, болен какой-нибудь там депрессией. Потому что если у человека все нормально, у него разные отделы головного мозга одним образом между собой взаимодействуют, если здесь зажглось, то и здесь зажигается. А у человека, у которого, например, депрессия, у него эти связи могут быть нарушены. А эти связи могут быть нарушены по разным причинам. Это и причины, связанные с каким-то развитием во время, начиная с младенчества. Это могут быть какие-то причины, связанные с химией, так сказать, тела, и они лечатся медикаментозно. В итоге такой анализ он проводится каким образом? У нас есть просто разные точки в мозгу. И мы в каждой точке в мозгу имеем временной ряд, по которому это как бы сигнал активности. То есть какая интенсивность вот в этом месте у человека во время того, как он думает. И мы получаем много таких временных сигналов. И дальше можно, посмотрев на то, как те временные сигналы коррелируют, для этого можно использовать разные техники. В математике существует коэффициент корреляции, всякие коэффициенты на основе взаимной информации. Вы можете понять, в какие моменты времени вот эти разные отделы головного мозга друг с другом взаимосвязаны, и уже на основе этого понимать, в принципе, все ли в порядке у этого человека. Ну и, наконец, последний этап, как я уже сказал, применения машинного обучения, изображенного в этом квадратике. Вот эти признаки вы всякие подсчитали, и вот эти признаки уже поступают на вход алгоритма машинного обучения, с которыми вы строите предиктивные модели разного типа. При этом надо понимать, что и машинное обучение как раз позволяет классифицировать, что этот человек здоров, этот не здоров. Наверное, у него вот эта проблема. Или у этого человека вот в этом месте конкретном находится какая-то потенциальная опухоль, или вот именно здесь находится потенциальный участок эпилепсии, его надо хирургическим путем удалить. Делается прогноз такими, такого типа алгоритмами. Ну вот эта таблица, понятно, что сейчас, тем более, если вы не специализировались в этой области, невозможно понять, но суть этой таблицы примерно в следующем. При анализе данных такого рода существует большое количество таких трудностей. Это и… Вот я приведу такой забавный пример. Пример такой. Если вы… Врач снимает, допустим, МРТ каким-то аппаратом компании Philips. И он это делает по определенному протоколу. Протокол снятия снимка – это когда выставляются специальные настройки этого аппарата, что с такой-то интенсивностью надо задавать этот снимок в таком-то контрасте, с таким-то разрешением. И вот он, соответственно, с этим протоколом наснимал какое-то количество снимков. Допустим, в другом госпитале исследуется такая же болезнь, но либо аппарат используется другой компанией, либо врач использует другой протокол. То есть немножко другое разрешение снимка, или немного другая последовательность срезов. В итоге что произойдет? Если эти все данные слить в одну выборку и потом по ним построить машинное обучение, алгоритм какого-нибудь машинного обучения, то что? Алгоритм научится отличать не то, что человек болен или здоров, а то, на каком аппарате этот снимок был сделан. Это проблема большая, потому что, в принципе, получение медицинских данных – тяжелая вещь. Выборки сложно набрать какого-то значительного объема. А здесь еще вот эта проблема возникает. Поэтому существуют некоторые методы машинного обучения, но на английском называется domain adaptation или доменная адаптация. Если так вот кальку перевести, там еще есть такой термин transfer learning или перенос опыта на русском часто это называют. В общем-то некоторые специальные компрессионные, скажем, компенсирующие техники машинного обучения, которые позволяют вот эти вот вещи, о которых я сказал, что небольшие статаразличия в снимках и так далее приводят к неправильным диагнозам. Это можно нивелировать до некоторой степени. Значит, в нашей работе, когда я говорю про наши работы, я имею в виду работу своей научной группы. Мы много работаем с медицинским изображением. Мы коллаборируем с рядом партнеров медицинских и не только, которые позволяют нам получать медицинскую экспертизу. Задачи, которые мы решаем, они, конечно, не какие-то исследовательские, такие вот совсем абстрактные, потому что здесь тоже можно придумывать какие-нибудь абстрактные исследовательские задачи. Они более конкретно имеют клиническую направленность. То есть это то, что потенциально может помочь как-то врачу, хирургу для принятия каких-то решений, поддержки его решений. Вот теперь давайте мы поговорим немного конкретнее о том, какие задачи конкретно здесь можно решать. Я приведу несколько примеров. Я сейчас буду говорить про анализ данных ФМРТ сначала, поэтому я еще чуть-чуть буквально уделю два слова о том, как устроен часто анализ данных ФМРТ. Как я уже сказал, то есть у нас есть вот это вот снимок головного мозга. ФМРТ – это последовательность снимков, где в каждом снимке вы понимаете, какой участок головного мозга, какую интенсивность, так сказать, работы имеет. То есть фактически у вас для каждого участка головного мозга есть временной ряд электрической активности. Можно об этом думать так. Что вы можете сделать? Вы можете построить граф. Граф того, какие участки с какими сильнее всего коррелируют, сильнее всего зависимы. Получается вот такой вот граф. Обычно этот граф ненаправленный. То есть вы не знаете, какой участок на какой влияет. Вы знаете только, что они зависимы как-то. И уже вы можете по этой структуре зависимости в среднем понимать, нет ли у человека каких-то сложностей. Потому что, как я уже сказал, у сильно больных людей, у среднего, скажем так, у среднего пациента эти графы могут иметь существенно разную структуру. Сейчас мы исследуем ситуацию, когда мы применяем здесь, строим граф ненаправленный, а с направлениями. Существуют статистические методы, которые по вот этим временным рядам позволяют понять не только, что они зависимы, но и в какую сторону они зависимы. Какой временной ряд на какой влияет. И уже поэтому можно это дать дополнительную потенциальную информацию. Но вот сейчас этот вопрос мы исследуем. Вот теперь давайте поговорим про конкретную задачу. Про задачу декомпозиции ФМРТ данных для того, чтобы помогать планировать лучшие хирургические операции и поудалению злокачественных опыков. О чем речь идет? В этой работе мы сотрудничаем так или иначе с госпиталем Бурденко. Как устроено в целом планирование операций? При удалении злокачественных опыков. Это те, которые, так сказать, прорастать уже начинают. Устроено таким образом. Дело в том, что у человека есть три очень важных центра. Это центр, который ответственен за речь, за движение и за зрение. Они у разных людей, в силу того, что форма головного мозга разная, находятся немножко в разных местах. То есть нельзя указать сразу, просто ткнуть пальцы, вот здесь у человека в мозгу генерируется речь. Так это сделать нельзя. Соответственно, при проведении такого рода операции очень важно удалить опухоль, но не удалить, не отрезать что-нибудь, что приведет к тому, что человек не сможет говорить. Потому что зачем такая вообще операция нужна, условно? И как устроен золотой стандарт в этих операциях? Это не только в России, за рубежом, в целом во всем мире. Это так называемая интероперативная критикальная стимуляция. Она устроена следующим образом. Значит, всех, так сказать, тех, кто такие вещи не может приносить, заткните уши. Суть такая. Когда вскрываю черную коробку, в случае, например, если речь идет о центре ответственного за генерацию речи, человека будет, то есть он в сознании. Есть специальная вот тут вот такая вот, видите, штучка зеленая. Значит, ей, там на небольшой, грубо говоря, на небольшой разряд электричества. Примерно уже знает, где этот центр находится. Замыкает, так сказать, контакт. И если человек до этого какие-то слова говорил, он просто перестает говорить. И таким образом точно понимает, что вот в этом месте есть граница между областью, где речь генерируется, и областью, где речь не генерируется. Соответственно, необходимо, вот если известно, что вот здесь опухоль, надо найти границу между опухолью, и не залазит ли эта граница на вот какую-то площадь, где речь генерируется. Чтобы, как я уже сказал, не отрезать лишнего. Понятно, что такое вот предварительное исследование перед самой непосредственной операцией по удалению опухоли, оно, во-первых, и травмирующее, и потенциально, ну, какие-то могут быть дополнительные опасности. Сделать с этим еще нельзя, она все равно используется. Теперь, естественно, чтобы как можно меньше времени эту процедуру делать, и как можно быстрее определить, где находится граница, разграничивающая одну область от другой, использую так называемую task-based FMRT. То есть это FMRT, который снимается под нагрузкой. Что это такое? У человека снимается FMRT, и при этом он, например, задает какие-нибудь вопросы, а он голосом отвечает. И по тому, где у него, так сказать, в голове зажигается на FMRT соответствующий участочек, в моменты, когда он на вопросы отвечает, люди примерно оценивают, где у него находится центр ответственности за генерацию речи. Проблема в том, что, во-первых, не все больные в хорошем состоянии находятся, чтобы вот в таких, так сказать, упражнениях участвовать. Тем более, что человек должен лежать вот в этой вот установке FMRT, там душно, неприятно, что-то говорить, и при этом он не может ничем шевелить. Это просто тяжело. Потому что в противном случае эти измерения пойдут на смарку. Возникает вопрос, а можно ли как-то упростить эту процедуру? На самом деле можно. Дело в том, что голова так устроена, что вот эти центры ответственности за движение, за речи, они все время в неком смысле включены. И если вот есть такая задача, задача называется задача коктейльной вечеринки. Представьте себе, что вот вы сейчас все сидите здесь, я перестал говорить, а вы начали обсуждать мой доклад и меня. И вот, значит, такой гул непрерывных голосов. Я вот это все записываю, например, на свой телефон. Вот этот гул голосов. И задача коктейльной вечеринки означает, что я должен построить алгоритм, который принимает на вход вот этот непрерывный гул голосов людей в этой аудитории, которые разговаривают, и должен его разделить на отдельные голоса. Так, чтобы у меня получилось, вот сколько здесь людей сидит, не знаю, там человек 50 условно, у меня должно из одной записи непрерывного гула получиться 50 записей, где на каждой записи будет отдельный голос, человек, что он говорит. При определенных условиях такую задачу можно решить методами статистического анализа машинного обучения. И какое это отношение имеет вот к обработке данных МРТ, когда человек находится в состоянии покоя. Когда человек просто находится в состоянии покоя, лежит вот в этой установке для сети МРТ. Разные важные центры головного мозга, там речь, движения, они сразу работают, они генерируют какую-то активность. И мы просто снимаем фоновую активность, как у человека какие-то процессы в голове происходят. Так вот, если эту фоновую активность разложить на вот такие независимые составляющие, как будто они соответствуют каждой своему голосу, то среди этих голосов будет голос ответственный, так сказать, за речь, за какие-то активности в центре, которые ответственны за речь, за активность в центре, которые ответственны за движение и так далее. Поэтому суть задачи в том, что берется ФМРТ в состоянии покоя раскладывается некоторым специальным математическим методом на вот эти вот независимые, скажем так, сигналы. Ну, я, наверное, сейчас упущу некоторые подробности. И по этим сигналам можно понять, где у человека какие центры. Теперь, для того… Этот феномен, он известен был. Вопрос в том, в применении его в хирургической практике. Соответственно, мы разработали алгоритм и построили на основе этого алгоритма визуализатор, который позволяет что делать? Принимается на вход ФМРТ. Вот это вот некое математическое описание задачи о коктейльной вечеринке. Я ее пропущу. Так вот, построили алгоритм, который принимает на вход данные ФМРТ, разбивает эти данные ФМРТ на независимые сигналы и говорит, что вот в этих местах у человека находится, допустим, речевой центр. Вот на этой картинке приведен пример значит, вот это вот розовое – это некоторый срез, и розовое – это опухоль на поверхности. Красное – это прогноз resting state. Зеленое – это прогноз по task-based. То есть, я у человека два раза и в состоянии покоя ФМРТ сделали, и в состоянии под нагрузкой. Вот на этом рисунке некое соответствие. И то, что врачам нужно было, им нужно было понять, где границы между опухолью и, собственно, центром, соответственно, заречь. И, соответственно, вот эти вот там несколько точек, которые стрелки показаны. Здесь, к сожалению, очень хорошо видно. Но это стрелки, это точки, которые, собственно, врачи получили во время вот этого интеркортикального стимуляции. Непосредственно во время операции. И, собственно, поскольку мы сотрудничаем с госпиталем, они нам прямо эти данные дают. То есть, они говорят, окей, вот вы там это спрогнозировали, вот есть прогноз еще по task-based, а вот мы во время операции определили, что точно здесь вот в этой точке нету речевого центра, а в этой есть. Тем самым мы имеем возможность корректировать свои прогнозы и подстраивать алгоритм. Собственно, сейчас определенная версия алгоритма сделана. Врачи этим в своих каких-то начальных изысканиях пользуются. Это вот, собственно, я на картинке с моим коллегой Берштеймом Славовичем. Мы на операции присутствовали. Такое себе зрелище, скажу я вам. Вот. А можно включить видео? Да, вот здесь, собственно, покажен некий визуализатор, на котором уже сделаны прогнозы. Вот это точки, которые были проставлены после операции. И врач имеет возможность там рассматривать разные прогнозы и так далее. Ну, я сейчас не буду, наверное, углубляться в детали. Теперь поговорим о другой задаче. Это задача классификации для клиники и образования. Назовем это так. Я, наверное, сейчас, учитывая, что время уже 40-40 минут, пропущу. Вот у меня есть в презентации некоторый такой кусочек. Он довольно математизированный. Учитывая, что количество людей, которые здесь занимаются машинным учением, не так велико. Если кому интересно, вот можно вот эту статейку почитать. Это статья про генеративные модели для переноса знаний, для того, чтобы решать задачи семантической сегментации. Грубо говоря, я технические детали пропущу. Основная, так сказать, идея, которую позволяет реализовать машинное обучение, заключается в следующем. Как я уже сказал, снимки медицинских данных, они очень сильно ограничены. Допустим, вы обучили модель машинного обучения на одном типе болезней. Это какая-нибудь сверточная нейросетка, которая с хорошей точностью может обрабатывать какие-нибудь данные и детектировать места, где есть какая-то проблема с каким-то множеством склерозом. Какие-то такие маленькие регионы, как там обозначено. Вопрос. Эта нейросетка, она вообще пригодна для того, чтобы решать какую-то другую задачу для детекции другого типа области? Ответ. На самом деле, если вы нейросетку обучили решать первую задачу, то есть прогнозировать, решать семантическую сегментацию, прогнозировать, в каком боксе ли находится проблема, то потом ее можно немножко доучить специальным образом. Стандартный метод до обучения здесь не подходит. Для того, чтобы решать задачу, прогнозировать, например, опухоли, она тоже умела. Это происходит за счет того, что она уже понимает, что это за данные, с которыми она имеет дело, как их обрабатывать, и дальше остается только ее подучить, чтобы она прогнозировала не вот это, а прогнозировала вот это. Но давайте мы это пропустим. А я еще расскажу еще об одном юзкейсе. Этот юзкейс делается с клиникой Кулакова. И на самом деле центром хирургии в Пироговке. Речь идет о детекции каких-то областей в мозге, связанных с эпилепсией. Дело в том, что есть фармакорезистная эпилепсия, есть эпилепсия, которую можно, скажем так, купировать, лечить фармакологией достаточно успешно. А есть эпилепсия, которую так нельзя лечить. То есть если человек, которому требуется хирургическое вмешательство, давать эти препараты, все может только ухудшиться. С другой стороны, если удалось определить какое-то место в мозгу, которое может являться потенциальным источником проблем наведения вот этих вот припадков, скажем, то если его удалить еще в детстве, потом человек совершенно нормально развивается и нормально живет. Проблема в том, что найти это место тяжело, и довольно большое число буквально нескольких десятков операций такого типа, они просто ничем не заканчиваются. Человеку, извиняюсь, в голове поковыряли, и все равно у него остаются припадки. Вот. Это проблема. А вот эти области, о которых идет речь, они достаточно такие, очень специфические. Вот видите, например, сюда посмотрите, вот здесь врач скажет, ну понимаете, вот эта извилина, которая здесь, она должна быть более-менее однородной по толщине, а вот здесь у него какое-то утолщение, это вот значит оно там. И на самом деле, вот чтобы такое знание иметь, человек должен быть очень специально тренирован. Таких людей просто мало. Плюс к этому, на самом деле, вот эти какие-то неровности, проблемы, они могут быть не в каких-то срезах там по горизонтали, вертикали или в сагитальной плоскости, а они могут располагаться как-то не параллельно осям координат. И просто человеку на двумерном экране компьютера тяжело увидеть, что там что-то есть. Поэтому возникает естественная идея применить машину обучения, которая бы осматривала, так сказать, вот эту вот кору головного мозга в трехмерии, и понимала, что там потенциально где-то в каком-то месте конкретные проблемы. Ну вот здесь показаны некоторые разметки, которые врачебные, которые говорят, ну здесь там утолщение, здесь еще что-то. Это данные, которые нам, собственно, дает клиника, и мы на основе них испытываем какие-то подходы для того, чтобы строить предикторы, мест, где потенциальные проблемы, чтобы врач мог иметь удобный инструмент, для визуализации, и ему были подсказки, что потенциально посмотри вот сюда, здесь может быть проблема. Слева здесь, ну справа, ну смотря как смотреть. В общем, вот та зеленая штука, это мозг, который, так сказать, раздули. То есть обычно мозг он извилистый, а здесь его как бы надули, чтобы посмотреть везде, где что у него находится. И цветом подсвечены места, какие-то средние, например, толщины, то, насколько эта толщина больше или меньше типичной толщины, которая в этом месте обычно бывает. Вот, соответственно, это уже такой простой инструмент, но сейчас мы строим алгоритм машинного обучения, который позволяет с учетом разметки, полученной от врачей, делать прогноз соответствующих мест более точно. Ну и, наконец, я вот фактически закончил свой доклад. Давайте поговорим о корреляционных задачах. На самом деле, вот просто такая, знаете, слайд завлекалова. Там некоторое время назад такой стартап из Китая получил очень большие инвестиции, там 150 миллионов и больше. Это стартап по онлайн-обучению. Но его отличие от обычных онлайн-платформ для онлайн-обучения в том, что для каждого человека он подстраивает траекторию индивидуально, в зависимости от его скорости, с которой он обучается, и других подобных вопросов. То есть, на самом деле, это пример того… Так вот, это просто некая мотивация, почему, в принципе, полезно и важно заниматься пониманием того, как индивидуальные особенности физиологические связаны с тем, насколько человек, в принципе, может эффективно обучаться в разных возрастных группах. Это небольшое исследование, которое мы делаем с вышкой. Там есть коллектив, который проводит различные измерения, такие как траектории движения глаз во время выполнения человеком каких-то задач на компьютере. И различные измерения связаны с тем, насколько мозг хорошо снабжается кровью и подобное. И при этом он выполняет какие-то уже задачи интеллектуального плана. И вопрос в том, как связать разные характеристики такого типа с соответствующими эффективностью решения задач. Ну и, наконец, напоследок я расскажу про киберспорт, потому что, на самом деле, это тоже имеет некое отношение такое понятное к тому, чтобы связать перформанс человека, эффективность, когда он играет в некую игру. И на самом деле некоторые из киберспортивных игр, они весьма интеллектуальны. Хотя выглядит со стороны это так себе. Когда вот эта команда, значит, ребят в комнате, крики и так далее. Так вот, суть в чем? Психологическое состояние, это, естественно, влияет на перформанс в игре. Каких-то критериев, как этот перформанс скоррелировать с конкретными показателями психологического состояния и аппаратуры для измерения, вообще говоря, нет. Ну, мы вот некоторые исследования на этот счет проводим. Это там коллега. Здесь установлен айтрекер. Есть, значит, данные по частоте сердечного пульса, по потоотделению. Данные по тому, как он на клавиатуре. Клавиатуры пользуются, мышка и другие. И, естественно, измеряются внутриигровые показатели. Это некая команда. Этим много занимается мой коллега Андрей Сомов. Мы построили некоторую систему сбора данных, которая позволяет синхронизировать данные как с клавиатурой мышки, так и внешние данные, например, сенсор CO2 температуры. Они, естественно, внешние данные сильно влияют на перформанс игрока, потому что, ну, если в помещении, например, очень много CO2, то, очевидно, он не очень себя хорошо чувствует. Ну, и, конечно, основные показатели, такие как частота сердечного пульса, трекер глаз и другие. Ну, это вот некоторый там набор датчиков, которые используются. А можно видео включить? Ну, вот здесь коллега, аспирант мой, играет в Counter-Strike. Собственно, мы сейчас специализируемся на Counter-Strike. И здесь можно заметить, там некоторые показатели у него снимаются. Ну, на основе этого можно выделять разные характеристики и прогнозировать то, насколько человек, скажем так, играет как новичок, например, или как профессионал. Потому что дело в том, что мы сотрудничаем с какими-то игроками, которые профессионально этим занимаются или полупрофессионально, и имеем возможность записать как новички, так и как вот эти профессиональные ребята играют в одну и ту же игру тем, чтобы построить модели, которые прогнозируют уже для новых человек, насколько он там профессиональный или нет. За счет этого можно оценить какую-то рекомендацию, допустим, что смотрите, вот вы, пользователь такой-то, нажимаете вот эту комбинацию клавиш недостаточно правильно, поэтому у вас происходит недостаточно эффективное вот это. Или вот здесь вот вы очень сильно выловались, у вас там пульс зашкаливал. К слову сказать, мы недавно были в клубе, где измеряли данные, и у одного из парней, там была такая команда скорее подростков даже, у него, я не знаю, как точно называется, это какая-то такая вот синдром гиперактивности или что-то такое, у него в какой-то момент там пульс под 200 стал. Естественно, ему пришлось, и он сам это не заметил. Причем по нему не было видно, что это происходит. Но с датчиком, который на нем был установлен, сразу поймали, и в общем пришлось из команды изолировать, потому что вообще мне очень хорошо могло закончиться. И вот здесь, кстати, приведен пример показаний усредненных по айтрекингу. Видно, что у профессионалов очень сконцентрировано. Ну, очевидный такой факт, но вопрос, как это точно квантифицировать, и дальше такой признак, он может быть очень полезен для того, чтобы использовать его для вообще различий между профессионалами, не только. Ну, или вот еще пример траектории движения глаз для обычного игрока, для такого более профессионального кибератлета. Ну, видны различия. Это некий, например, пример статистики типичного нажатия на некоторые комбинации клавиш, важные для игры. Опять-таки видно, насколько профессионалы сильно отличаются от таких новичков и полуновичков. Тоже забавно, очень важно, как я уже сказал, мерить пульс. Кроме того, что это довольно интересно для комментаторов, они с удовольствием используют такого рода информацию, чтобы что-нибудь комментировать. Это еще и полезно с точки зрения, в принципе, наблюдения за состоянием игроков, потому что вот на одном из турниров та команда, которая как-то поспокойнее себя вела, в общем, она и в итоге выиграла. Вот у меня все. Так что вопросы? Евгений, а можно сразу с последней темы про киберспорт? Да, да, да. Вы не пытались такую задачку решить, что по параметрам, которые в режиме реального времени идут, игрока спрогнозировать, насколько он будет успешен в самые ближайшие секунды, минуты? У меня даже на архиве статья на такой теме висит. То есть удавалось, да? Ну, определенные корреляции там есть, и там нельзя сказать, что точно зашкаливает, но процентов 70 вроде как получалось. И самое главное, когда вот такой прогноз делаешь, надо его сравнивать с прогнозом текущим. Допустим, мы прогнозируем, что я сейчас… Допустим, в этот такт игры игрок был успешен. Это значение можно использовать для прогноза на шаг вперед. В такого типа прогнозах такой прогноз очень сложно побить. Прогноз с текущим значением. Это как сказать, что завтра будет температура примерно такая же, как сегодня. И на самом деле такой прогноз очень тяжело побить. Вот машинное обучение, тем не менее, позволяет здесь достаточно большую дельту получить в смысле увеличения точности. По сравнению с таким тривиальным прогнозом. Еще такой вопрос. Значит, я достаточно много лет назад это читал, не знаю, как сейчас. Точность, как сказать, данные очень зашкаливлены, которые мы пытаемся снять с коры головного мозга, вот этими приборами, которые есть. Что основным на самом деле является показателем фичи, которые… Это вот именно пульс все же, да? Нет, стоп. Надо понимать, что в случае с киберигроками, киберспортсменами, никакие данные с коры головного мозга мы не снимаем. Ну, у нас там человек сидел, там это… Там это было. Это был некий эксперимент, нам мы просто интересовали, насколько это в принципе может помочь. Хотя я уже еще до этого хорошо понимал и знал, что вот эти всякие ЕГЭ-системы, которые основаны на нескольких отведениях, я их название забыл сейчас, но они просто есть. Их можно любой человек купить и баловаться. Вот. Они очень неточные. Вот. Поэтому что здесь действительно срабатывает? Если вы возьмете медицинский аппарат, хотя бы 16-32, но она будет требовать, что надо голову гелем полить. То есть, ну, в общем, для каких-либо использований это не годится. Это можно использовать только в лабораторных условиях в очень конкретных экспериментах. Ну, не более того. То есть, получается, это пульс, а потовыделение как-то… Skin resistance. То есть, вот это характеристики, или как человек там, извиняюсь, пятой точкой на стуле двигает. Это тоже на самом деле важно. То есть, вот это больше всего там… Ну, конечно, это полезно, да. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Так, есть ли еще вопросы? Здравствуйте. В общем, опять же, вопрос про этот киберспорт. Зацепило, я смотрю все. Нет, просто я вот понимаю, допустим, для чего нужно определять определенные активности зоны головного мозга и прочее-прочее. То есть, это преимущество в медицине. Но вот этот киберспорт зачем? Ну, смотрите, какая ситуация. Значит, тут есть два аспекта у этой деятельности. Первый аспект, он просто научный, просто интересно смотреть. Человек в стрессе, и как его психологические параметры коррелируется с его эффективностью в определенной деятельности под стрессом. И как можно ли построить какие-то индивидуальные признаки, которые будут говорить, что вот этот человек в силу своих индивидуальных черт, он будет более эффективен в этой стрессе, чем другой. Это как бы научная составляющая всех этих действий. Если говорить про практическую составляющую, то карантии, конечно, нету, что она зажжет. Но есть положительный фидбэк от разных тренеров, например, команд, о том, что им было бы интересно и полезно иметь какой-то инструмент для измерения оцифровки перформанса в разных аспектах его, для того, чтобы примерно понимать, как он, значит, себя ведет со временем. И этот перформанс, а также некоторых других аспектов, как игрок эффективно что-то нажимает, смотрит, насколько он сосредоточен, не сосредоточен. То есть некий набор показателей, на которых он может ориентироваться. То есть, грубо говоря, одно дело, я не приведусь к другим спорту, например, какие-нибудь силовые виды. И там всегда тренер может сказать, ну, хорошо, на ногах себя плохо ведешь, ноги, видимо, у тебя устали. Но насколько устали? Вот в случае киберспорта это можно еще и измерить. Да. Это первое. И второе, на самом деле, опять-таки, есть интерес у людей, которые этим полупрофессионально занимаются, чтобы какие-то свои характеристики подтянуть. И если удастся, конечно, создать систему, которая будет содержать там еще пару дополнительных сенсоров, дешевых, которые будут помогать в смысле, что человеку потом о пастерере говорить, ну, здесь надо было меньше волноваться, а здесь, допустим, более сосредоточиться. Это может… Понятно, что это гипотеза, и еще проверять надо. Но, как бы, собственно, мы этим и занимаемся. И речь о том, чтобы такого типа ребята имели возможность подрасти за счет, скажем так, самотренировок, вот с применением таких вещей. Да. Вы пытались из речи игроков при игре, ну, вот и сами сказали, огромный шум, там какие-то признаки вытащить. Как-то это влияло там, что интенсивность, может быть, переговоров? Ну, смотрите, там понятно, что можно очень совсем простые признаки вытащить из серии, как вы, Вера, заявили, интенсивность переговоров. Иногда действительно очень положительно влияет, что если они интенсивно взаимодействуют, это как бы положительно сказывается. Понятно, что там еще очень много шума. Некоторые команды просто орут матом на всю комнату, с этим ничего не поделаешь, и с такой речи мало чего можно вытащить. Ну, кроме того, что общего, что они возбуждены. Статистики именно по этому вопросу накоплено немного, поэтому однозначным ответом дать не могу. Ну, потому что вот когда вы картинку показывали, куда профессионал или не профессионал смотрит, да, ну, очевидно, что не профессионал, он там смотрит левый верхний угол, где там это команда, там еще что-то какая-то инфа там отображается, по-моему, там какие игроки, а по-моему, профессионалы смотрят в центр, да, а всю остальную информацию больше получается аудио. Разумно, но теперь вопрос. Вот если есть человек, и хочется, значит, ему, чтобы он мог видеть, ну, хорошо, у тебя вот 70% ты сегодня смотрел в тот угол, вместо того, чтобы говорить, а сегодня у тебя уже прошла неделя, ты уже не 70%, а, не знаю, там, 55% смотрел и говорил там на столько-то больше. Чтобы он для себя может понимать, ага, ну, хорошо, это примерно как с часами, когда человек бегает, когда он, значит, бегает, там, ну, хорошо, я километр сейчас пробежал там за 5 минут, а у меня сегодня уже за 4.30, ну, значит, я постоянно там прогрессирую, чтобы потом марафон пробежать хорошо. Такая объективная мера, которая позволяет сделать некий самоконтроль. Из другой темы. Скажите, пожалуйста, какие-то открытые, или пускай закрытые, но доступные для покупки датасеты, вот, не из киберспорта, да, а непосредственно из нейрохирургии, вот это вот томографии, там, МРТ, там, головного мозга, это вообще существует, полезно для… Ну, смотрите, на самом деле, если вы там наберете ФМРТ, МШЛ, или ничего-нибудь, то будет какое-то количество открытых датасетов. Некоторые научные консорциумы их выкладывают. Есть большой проект Human Connection Project, там есть еще второй, забыл, как называется. Ну, это крупноамериканский, крупноевропейский. Там проблемы с ними, и к ним можно получить доступ, и скачивать МРТ, ФМРТ и другие типы данных людей. То же самое есть еще крупный проект в Великобритании, похожий. Значит, да, проблема основная, что там в основном все эти данные, вернее, не основные, а эти данные для здоровых людей. А больных там нет. Вот. В России таких открытых датасетов нету, но есть определенная возможность договориться с госпиталями, но с этим, конечно, тоже там и… надо всякие бумажки подписывать и т.д. То есть это все тоже присутствует. Но определенные возможности есть. Но, отвечая на ваш вопрос, в сети можно найти какое-то количество датасетов, на которых вы можете набить руку, чтобы применять машинное обучение. Да, это возможно? Нет, я к тому, что… Если… Ну, вы ответили, да, есть ли датасеты открытые, которые помогли вам в ваших исследованиях? А, ну да. Да, вот я в этом смысле. Ну да, я в этом смысле. А не в том смысле, что нам рук на убивать. Ну да, да. Ну, я так понял, что они есть, но не помогают особо. Ну, они, безусловно, есть, но в любом случае, если вы хотите решать релевантность, задача надо идти к врачам, потому что именно они вам их поставят. А что-то вот так вот вытащить из этого самое, ну, пользы не будет. Какие-нибудь еще вопросы? Нет? Спасибо за классный доклад, Евгений. Пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ